Сочи открылся инвестиционный форум. Краснодарский край впервые представил двухэтажную экспозицию. На нескольких улицах появятся дополнительные знаки, а северная станет полностью односторонней. Так решила Комиссия по безопасности дорожного движения. В Сочи изъято 125 тысяч бутылок нелегального алкоголя. Склад обнаружили сотрудники Краевого управления ФСБ. Завершается международный фестиваль органной музыки. В этом году его посвятили юбилею сочинского органа. В Сочи свою работу начинает международный инвестиционный форум. У Краснодарского края снова самый большой стенд. Об этом в своем твиттере написал губернатор Вениамин Кондратьев. В экспозиции Кубани стало меньше стендов, но больше интерактива. Впервые край сделал двухэтажную экспозицию. Больше двух тысяч квадратных метров. Построили все за 15 дней. Это рекорд. Основная деловая программа форума начинается завтра. Краснодарский край представит в Сочи около 400 инвестиционных предложений на сумму свыше 300 миллиардов рублей. Ну и сегодня на двухэтажной экспозиции Краснодарского края завершились последние приготовления. На форуме Краснодарский край впервые представляет мультимедийные презентации инвестиционного потенциала региона на двухэтажной площадке. Со всеми возможностями Кубани инвесторов познакомят архитектурные макеты и 3D-проекты. В целом в рамках форума край представит свыше 490 инвестиционных проектов и площадок. Из них 90 предложений в сфере АПК, 43 в промышленной и 42 в курортной отраслях. А также 32 предложения в потребительской сфере и более 20 строительных инвестпроектов. На этом форуме представлены те проекты, которые отработаны тщательно с учетом земельного законодательства, с учетом технических условий от ресурсоснабжающих организаций. Те проекты, которые власть готова сопровождать дальше. Если брать из крупного, это новая точка роста для края. Это, наверное, все-таки концепция создания яхтенных марин, в котором две площадки находятся в городе Сочи. В Сочи для участия в инвестиционном форуме приедут делегации из 24 стран. Ключевой же темой 15-го международного форума Сочи-2016 станет новое качество государственного управления. Проекты для роста, проекты для жизни. Форум завершится в воскресенье. 20 миллиардов рублей компания «Еврохим» вложит в развитие заводов в Белореченском районе. Об этом главе региона Вениамину Кондратьеву рассказал генеральный директор Дмитрий Стрежнев. Компания планирует не только модернизацию предприятия «Белореченские минудобрения», но и расширение производства. В частности, реконструкцию серно-кислотного цеха, а также строительство цехов по производству комплексных водорастворимых и азотно-фосфорных удобрений. Сейчас на заводе ведутся подготовительные работы. Как отметил Дмитрий Стрежнев, при строительстве своих объектов компания уделяет особое внимание вопросам экологии и в первую очередь населению, которое проживает в тех местах. Мы большие деньги тратим на экологию. В 2012 году завод перешел на бесточную систему водопользования. Это один из немногих заводов в стране, который вообще не сбрасывает стоки. Таких заводов нету больше, как минимум нам известных в нашей отрасли. Компания уже давно является надежным партнером «Край». Она активно участвует в жизни муниципалитетов. В основном это реализация социальных проектов, строительство детских садов, реконструкция школ, развитие детского спорта. По словам Вениамина Кондратьева, участие компании в жизни региона – одна из важнейших составляющих многолетнего сотрудничества. «Меврохим» для нас не просто бизнес, это социально ориентированный бизнес. Любое химическое производство стырится с какой-то проблемой, которая пусть не сегодня, но завтра может и возникнуть. А когда вы демонстрируете свою социальную направленность, свою ориентацию социальную и, в первую очередь, создаете эту жизнь, конечно, отношение уже совсем другое. Такое очень правильное, я считаю, ход и действие, которое позволяет сохранять всем вместе нам социальную стабильность там, где находится в вашем производстве». На встрече гендиректор Еврохима также рассказал, что компания заинтересована и в развитии портовых мощностей в регионе, на что губернатор отметил, в этом случае не стоит забывать о привлекательности края и экологии в прибрежных городах. Ведь ежегодно большое количество туристов приезжают отдыхать на курорты Краснодарского края. «У нас курортный край, аграрный край, но не индустриальный ни в коем случае. Поэтому здесь мы сохраняем то, что изначально и должны сохранять. Привлекательность края, привлекательность, а небольшая одна причальная стенка. Вот здесь принципиально, по крайней мере, считаю, что мы не можем стать одной большой причальной стенкой». Власти Кубани готовы поддержать бизнес, который инвестирует в развитие региона. Расширение завода в Белоречицком районе позволит увеличить и штат сотрудников. Дополнительно появится около 100 новых рабочих мест. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи снова ожидаются дожди. По сообщению Краевого управления МЧС, в ночь на пятницу и днем 30 сентября возможны ливни, а также усиление ветра. К другим новостям. Как отличить подлинную банкноту от фальшивой? Сегодня этому обучали кассиров в сфере торговли и общепита. Специальный семинар провел представитель Центробанка. В Сочи готовится к Кубку конфедерации, круглогодично принимает миллионы туристов и потому попал в группу риска. Чем больше город, тем легче сбывать фальшивые купюры. А их немало. В крае обнаружено полторы тысячи поддельных банкнот номиналом 5 и тысячи рублей. Их чаще всего сбывают в больших супермаркетах. Таким мероприятием проводили перед Олимпиадой. Оно касается обучения наших кассовых работников в городе Сочи, тому, как определять и отличать подданные банкноты от фальшивых. Учитывая, что город у нас курортный, приезжает много людей, соответственно, это лакомый кусок для фальшивомонетчиков и их коллег сплавливать здесь эти купюры. Поэтому мы с удовольствием относимся к инициативе Центробанка проводить такие семинары. Фальшивомонетчики порой оттачивают свое мастерство настолько, что даже терминалы оплаты принимают в такие банкноты. При наличии детектора подлинности выявить подделку несложно, а вот без него необходимо знать все признаки подлинности купюры. Они также указаны на сайте Центробанка России. В Сочи изъято около 60 тонн нелегального алкоголя. А склад, где злоумышленники хранили почти 130 тысяч бутылок со спиртным, был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Краевого управления ФСБ. В общей сложности правоохранители изъяли со склада около 60 тонн продукции. На этикетках бутылок были указаны торговые марки нескольких известных производителей, однако акцизные марки оказались поддельными. Это установила экспертиза. Также исследование показало, что алкоголь не соответствует требованиям ГОСТа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан не представляет. В ходе предварительного следствия установлен и офис злоумышленников, оборудованный в сочинской квартире. Там хранились финансовые отчеты. По версии правоохранителей, алкоголь предназначался для распространения в торговых точках курорта. В настоящее время следственным управлением МВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по двум статьям, особенно частью Головного кодекса Российской Федерации. Санкция за указанное преступление предусматривает крупный штраф в размере до 1 миллиона рублей, а также срок лишения свободы до 6 лет. Статусу одного из самых чистых и благоустроенных городов должны соответствовать даже отдаленные улицы и районы Сочи. Так улица Гастелло в Адлере этим пока похвастаться не может. Накануне здесь специальный рейд провел заместитель главы Адлерского района. Изящные вазоны возле этого магазина выполняют важнейшую функцию. Они территорию парковки ограждают и одновременно служат пепельницами. О красоте и порядке речь не идет. Хозяин здания хоть вложил средства в благоустройство территории, однако довести дело до конца не сумел. А потому пока к нему только убедительная просьба – навести порядок и высадить цветы. А здесь разговор уже более серьезный. Мусор с прилегающей территории сотрудники мини-маркета не выметают, а заметают под лестницу. На первый раз обошлось предупреждением, однако если ситуация не исправится, хозяев ждут куда более серьезные меры. Первое – мы выписываем требования, второе – мы выписываем предписания. И после предписания мы уже имеем право вас страховать. И таких примеров не пересчитать. Прилегающая территория и внешний вид каждого второго объекта торговли или общественного питания требуют немедленного масштабного субботника. Задача наша – даже, может быть, не сколько их сейчас наказать, а только пока объяснить правила игры на этой улице. То есть мы говорим о том, что придя на работу, вы должны убраться, почиститься, протереть стекла, протереть вашу рекламу. Согласно нормативам, прилегающая территория в радиусе 10 метров является зоной ответственности хозяина того или иного строения. А потому, заботясь о прибыли, важно не забывать и о деловой репутации, которая зависит в том числе и от внешней привлекательности коммерческого объекта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На нескольких сочинских улицах появятся дополнительные знаки, а северная станет полностью односторонней. Такое решение было принято накануне комиссии по безопасности дорожного движения под руководством первого заместителя главы города Мугдина Чермита. Расскажет Татьяна Говоркова. Заторовые ситуации в Сочи сегодня возникают практически в каждом районе. Нехватка парковок, маленькие карманы для остановки автобусов, узкие дороги – все это – последствия хаотичной застройки города в 90-е и 2000-е годы, когда нормы градостроительства не предусматривали многих важных на сегодняшний день правил. О необходимости корректировки схемы дорожного движения на курорте говорят уже несколько лет, но до дела так и не доходили. Теперь настало время решить эти проблемы. По поручению главы города Анатолия Пахомова и была создана соответствующая комиссия, куда входят специалисты управления автомобильных дорог, Департамента транспорта и связи администрации города, сотрудники ДПС, ГИБДД и общественники. Главная задача – это не ужесточить, не идти только по пути ужесточения, потому что реально летом в городе не то что поставить машину и остановиться негде. Поэтому мы должны сегодня посмотреть, где у нас есть свободные места, где можно организовать бесплатные парковки. Главой города инициировано проектирование и строительство пяти надземных пешеходных переходов в Лазаревском районе. Три из них будут строиться в ЛАО, один из них будет в Вардене, один в Якорной щели. Их строительство позволит решить застарелую проблему этого района. Возвести переходы планируется к концу 2018 года, но ждать два сезона жителям не придется. Мэрия провела совещание с участием собственника дороги, где был рассмотрен вопрос об установке временных сборно-разборных конструкций. Их планируют установить до начала следующего курортного сезона. А вот вопрос пробок в Центральном и Хостинском районе уже решается. Так, по итогам заседания комиссии, при повороте на бытху вместо островка безопасности появится дополнительная полоса. Таким образом, один поток будет поворачивать налево, второй ехать прямо в сторону Адлера. Увеличен будет и карман для автобусов. По такому же пути решится и вопрос с выездом на ареду. Ликвидируют и ненужные пешеходные переходы в Адлерском районе на улице Ульянова, а также в центре города на выезде с улицы Черноморская на курортный проспект. На улице Дмитриевой на конечной остановке 92 маршрута появятся знаки «Стоянка запрещена». Связано это с трудностью разворота автобуса из-за припаркованных машин. Оставлять автомобили невозможно будет и по левой стороне улицы Северная. Через 20 дней движение по ней станет полностью односторонним. Выезд с улицы Северной останется также в двух направлениях – вправо и влево. Но заезда с улицы Горького на улицу Северную не будет. Этим самым мы разгрузим улицу Горького. Не будет создаваться заторных ситуаций по улице Северной и по улице Горького. Парковаться машины по улице Северная будут только с правой стороны. В межведомственной комиссии также рассматривается вопрос установки запрещающих парковку машин-знаков на улице Целиной в районе ТРЦ «Мандарин» в Адлере. Планируется и организация дополнительных бесплатных парковочных мест на перекрестке курортный проспект и Фабрициуса. Таким образом, проблема пробок в Сочи поэтапно будет решаться. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и кстати, два моста через реку Кудепста открыты для движения. Ранее ремонт шел на правом мосту, сейчас работы приостановлены. С понедельника, 3 октября, они продолжатся. На время ремонта в границах поселка Кудепста установлены знаки, запрещающие остановку транспорта. Полное окончание работ запланировано на 20 ноября. Продолжаем. Сегодня в Сочи состоялась презентация нового фильма автора и режиссера Алексея Пиманова. Она прошла в рамках телевизионной мастерской на Всероссийском форуме журналистов, который в эти дни проходит в Дагомысе. Художественный фильм «Крым» выйдет в широком прокате весной будущего года. Сегодня журналисты смогли посмотреть некоторые наиболее волнующие эпизоды картины. Главные герои – молодые люди, которые познакомились еще до того, как Крым вошел в состав России. И как меняются они с лета 2013 до конца февраля 2014. По мнению Алексея Пиманова, надо примирить два народа – русских и украинцев, которых поссорили. И, может быть, после просмотра фильма родственники, живущие в Москве и Киеве, позвонят друг другу и начнут общаться. У нас парень из Севастополя, и он говорит то, что чувствуют себя и россияне, и крымчане, и так далее. А девчонка из Киева, и она искренне, вот это очень важно, она искренне говорит то, что ни вам, ни мне, наверное, не понравится. Но она так считает. И наша была главная задача с актрисой тоже, чтобы все поняли, почему она так говорит. Поняли, что она хороший человек, но она так говорит пока. В среде журналистов развернулась широкая дискуссия. Многие участники фестиваля из Севастополя благодарили Пиманова за то, что не стала откладывать эту тему на потом. А пока есть проблемы решать ее, пусть и посредством художественного фильма. А в это время в другой аудитории правозащитник Лидия Графова говорила с представителями СМИ о журналистской принципиальности. Ее мастер-класс так и назывался «Свобода слова и свобода слуха». В нашем обществе исчезает такое необходимое чувство, как сочувствие, сострадание. И валом валит ненависть какая-то друг к другу. Люди перестали друг друга понимать, слышать. И мне кажется, роль нашей журналистики для того мы здесь собираемся, чтобы вспомнить о своем главном назначении. Это все-таки сеет разумное, доброе, вечное. Международное общественное движение, форум переселенческих организаций, который возглавляет Графова, существует уже 20 лет. Оно помогает нашим соотечественникам, переселенцам, вернувшимся на родину после распада СССР. Сейчас форум объявил в рамках второго конкурса «Большие победы маленьких людей» в номинации «Лучший материал о правах мигрантов» новый раздел с несколько вызывающим названием «В защиту понаехавших». Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи отмечают 112-летие Николая Островского. В нашем городе советский писатель прожил 8 лет. Дом, в котором жил Островский, и его семья являются объектом культурного наследия федерального значения. Там и в Литературно-музыкальном музее проходят экскурсии и лекции для школьников. Сегодня музей посетили ученики трех сочинских школ. Сотрудниками галереи специально к 112-летию со дня рождения советского писателя была подготовлена мультимедийная презентация. Фотографии, используемые в слайдах, это фонды, музеи и библиотеки. Они позволили открыть много новых страниц в жизни Николая Алексеевича и его творчества. За эти годы накопили очень много интересных фактов, особенно за последнее время. И теперь мы знаем, что этот миф о том, что Островский был неучим, что он был чумазым кочегаром, который ничего не смысл в литературе, это миф, потому что он был достаточно образован и самообразован. И кроме того, еще миф, что его пролетарское происхождение уже теперь поставлено под сомнение, потому что, когда он родился в Вилле, его отец был не просто уважаемым человеком и принадлежал к элите, что ли, вот этого небольшого села, он, кроме того, в их доме была прислуга, что он не очень соответствует, соотносится с его пролетарским происхождением. Большой интерес посетителей к уникальному памятнику культуры, сохранившемуся до наших времен в первоначальном виде. В этом доме в 1936 году советский писатель жил и продолжал работать над романом «Рожденные бури», несмотря на то, что он уже был прикован к постели неизлечимой болезнью. Дом Николая Островского, пожалуй, единственный музей в стране, где абсолютно все вещи, мебели, предметы в кабинете писателя, который также был приемным и концертным залом, подлинные. Из этого дома Островский уехал в октябре 1936 года в Москву, где и скончался спустя два месяца. Посетить музей можно ежедневно, кроме среды с 10 до 18 часов. В Сочи завершается международный фестиваль органной и камерной музыки. В его рамках уже прошло пять концертов с участием органистов из Краснодара, Луганска, Челябинска, а также Польши и Абхазии. Завершающий аккорд праздника органной музыки прозвучит в эту пятницу. Какую программу организаторы подготовили для финального концерта и почему фестиваль в этом году перенесли с июля на сентябрь, узнаем из нашего следующего сюжета. Сегодня в зале органной и камерной музыки идут репетиции. Артисты готовятся к финальному концерту международного фестиваля органной музыки. На закрытии фестиваля прозвучит концерт для органа, струнных или тавр французского композитора 20 века Франсиса Пуленко. На сцене музыканты Сочинского симфонического оркестра. Партию органа сыграет уже известный сочинской публике Лука Гаделия, обладатель собственного уникального исполнительского подхода. Его называют культурным брендом Республики Абхазия. Я уже не первый год участвую в этом замечательном фестивале. И надо сказать, что это был первый фестиваль, в котором я поучаствовал, еще будучи студентом Российской академии музыки имени Гнесина. Это действительно праздник музыки. Я сам стараюсь посещать все концерты фестиваля, поэтому действительно замечательное событие для города. Кстати, нынешний 17-й фестиваль в этом году прошел не как обычно в июле. Все дело в том, что в этом году праздник органной музыки решили посвятить 30-летию сочинского органа, единственного на Черноморском побережье Кавказа. К нам приехали действительно известнейшие российские музыканты, заслуженные, народные артисты России. На нашем органе в череде вот этих музыкальных поздравлений звучали такие программы, как бах, рок, джаз. В общем, публика с изумлением взирала на то, сколь широки возможности нашего органа. Позади пять концертов и Всероссийский органный форум, который прошел в дни фестиваля. Там в Сочи подарили книгу органы России. На ее страницах есть и сочинский орган именинник. Его звучание в сочетании с сочинским симфоническим оркестром и вокалом Кристины Эшба из Абхазии можно будет услышать в финальном концерте органного фестиваля. В программе, помимо Пуленко, сочинения Баха, Вьерна, Видора и Пьерне. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Концерты фестиваля «Легенды летнего театра» будут свободными для посещения. Марафон классической музыки является продолжением петербургских сезонов симфонического оркестра «Классика» из Северной столицы. Он будет идти с 1 по 6 октября в летнем театре в парке имени Фрунзе. Всего в рамках фестиваля пройдет 6 концертов. Начало каждого в 19.30. Вход свободный. В рамках инвестиционного форума в городе пройдут как голоматчи по хоккею, так и забеги по трассе «Формула-1». Сегодня же спортивную программу «Инвестфорума» открыли краевые соревнования по фигурному катанию. Открытые соревнования Краснодарского края по фигурному катанию собрали юных спортсменов со всей России. Взрослым же фигуристам в дни проведения «Инвестфорума» предоставится возможность поучаствовать в первом Кубке Кубани. Это, во-первых, возможность проявить себя, во-вторых, это получить спортивные разряды. Значит, у нас соревнования Кубок Края, даже получение кандидатов в мастеров спорта и возможных мастеров спорта. То есть это очень высокий уровень соревнований. Мы традиционно проводим шесть открытых первенств края. Хотим, чтобы как можно больше соревнований проводилось в Сочи, так как остались очень хорошие базы, как олимпийское наследие. Здесь созданы все условия. Возможность сделать первые профессиональные шаги на льду предоставилась и сочинским фигуристам. Олимпийская столица на соревнованиях представлена двумя командами. Фигурному катанию в Сочи всего лишь два года, но местные спортсмены соперникам не уступают. Ребят тренируют мастера спорта, в числе которых и Наталья Пилосян. Она, помимо всего прочего, преподает на кафедре адаптивной физкультуры Сочинского госуниверситета. По сути дела, ни в одном городе России не имеется столько шикарных катков, которые соответствуют современным требованиям. Поэтому мы всех приглашаем. Наши детки участвуют уже на первенстве Краснодарского края, занимают призовые места. Мы надеемся, что мы выбьемся и будем в России не последние места занимать. Кубки и медали в эти дни получат и участники сочинских корпоративных игр, которые также пройдут в рамках инвестиционного форума «Сочи-2016». В 11 видах спорта будут задействованы 500 сотрудников государственных и коммерческих структур Краснодарского края. Организаторы считают, подобная спортивная программа станет важным социальным проектом и послужит популяризацией спорта, в том числе среди работающего населения. Инга Габешия, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. С студией была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...